Лавочки во дворе подождут с программой 50+. Гимнастика не только спортивная и художественная бывает, но и оздоровительная. И ей исключительно для радости, красоты и бодрости занимаются. И результат такой для жизни, пожалуй, поважнее олимпийского. Особенно после того, как отпразднуешь 50-летний юбилей, говорит кировчанка Ольга Маркина. На занятия по оздоровительной гимнастике она ходит регулярно вот уже несколько лет. Попробуйте не ходить в нашу возраст. У нас с Настей говорит тренер, что дай бог мне дожить до ваших лет и быть такими же активными, как вы сейчас. Потому что этот позитив, который мы несем и получаем от нее, это здоровье прежде всего. Пропустишь какое-то занятие, два начинает где-то что-то некомфортно. У нас даже мастера спорта ходят, у нас подготовленные люди, очень активные во всех отношениях. Это Ольга Маркина рассказывает про тех, кто занимается во дворце единоборств на улице Мира 46. Есть здесь и те, кому за 80. Группа большая, до 100 человек может вместить в просторный зал дворца. Желающих хоть отбавляет, тем более, что занятия абсолютно бесплатные. Организует их региональное министерство спорта. А накануне появилась дополнительная группа, то есть возможность заниматься гимнастикой и еще 100 жителям города. К проекту «50 плюс» присоединился еще один организатор – команда депутата Кировской городской думы Дмитрия Никулина. Причем приглашают на занятия, которые проходят каждую среду с 11 до 12 часов, не только жителей 10-го избирательного округа, но и всех желающих. На занятия гимнастикой останавливаться не собираются, рассказывает помощник депутата Владимир Виноградов. Будет проведен опрос среди занимающихся, какие бы виды спорта еще бы они хотели. На данный момент очень много желающих по занятиям скандинавской, ходьбой по ушу, по йоге. Мы сейчас ищем тренеров, специалистов, которые могли бы все это предложить и сделать для наших прекрасных, самых обворожительных, активных дам. Впереди, по словам Виноградова, серьезные планы ради осуществления большой цели. Очень мало, на наш взгляд, уделяется внимания именно людям старшего поколения. Мы хотели бы как-то немного разбавить их жизнь какую-то умеренную, привнести что-то другое, ну и, соответственно, чтобы активный, здоровый образ жизни для них существовал. Это наш микрорайон, и чем больше тут будет каких-то мероприятий, активных дам, мужчин, детей, тем лучше будет всем от этого. Я от себя лично могу пообещать, что мы эту работу не бросим. С мая планируют открыть группу занятий на свежем воздухе. В парке «Победы» здесь же хотят организовать единый день сдачи ГТО, а на корте парка проводить занятия по большому теннису. В конце апреля в рамках проекта «50 плюс» там пройдет большой праздник здоровья. Ведь если есть в жизни спорт и положительные эмоции, счастливое долголетие практически гарантировано. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50 плюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok